Зимой пернатым в городской среде приходится не сладко. В семье Ольги родных давно существует добрая традиция. Перед наступлением холодов они вместе с детьми вешают кормушку и наполняют ее кормом. Всю зиму дети следят, чтобы в ней была еда. И пернатым хорошо, и детям полезно, говорит мама. Это развивает заботу о братьях наших меньших. Также это развивает и ответственность. То есть ребенок знает, что каждый день к кормушке должен быть корм. И это их уже обязанность смотреть за кормом, за состоянием кормушки. Ну и безусловно это приносит огромное эстетическое удовольствие, ну и очень много позитива и радости, когда в кормушке прилетают и синички, и воробушки. Именно от отсутствия еды больше всего страдают городские птицы. Так называемый синичкин день придумали еще наши предки. Считалось, что в ноябре прилетают зимующие виды. Время позаботиться о пернатых. Починить кормушки, рассыпать корм. Обыкновенная синица, то она очень самая полезная птица, которая остается здесь на зимовку. То есть фактически до килограмма съедает вредных насекомых. А если еще брать, то она очищает 10 деревьев. Но зимой из 10 синиц погибает 9 синиц погибает. А кормушка, которую устанавливают, она спасает. Где-то около 50 птиц спасет. И если брать, синицу в течение всего обрабатывает около 10 деревьев. Очищает деревьев от всяких паразитов. А одно дерево сохраняет жизнь и дает кислород трем человекам. Несколько лет назад синичкин день, 12 ноября, стал официальным экологическим праздником – Днем защиты птиц. В нашей области их насчитывается порядка 16 отрядов. Зерноядные, насекомоядные, хищные. У каждого свои особенности питания. Нельзя кормить птиц соленым салом, копченым, черным хлебом. Потому что у нее очень опасные дегриенты. Птицы многие гибнут от черного хлеба. Крупами многими нельзя кормить тоже, потому что они разбухают и приводят к гибели птиц. А такое вот. В основном все птицы у нас, которые остаются на зимовку, они любят семечки подсолнуха, подсолнечника. Ну, желательно, конечно, не жареные, а в сыром виде семечки, которые сыпать. Семена. Как говорили в старину, покорми птиц зимой, и они послужат тебе весной. Это означало, что спасенные пернатые уберегут урожай от насекомых-вредителей. А если на разбросанные во дворе крошки хлеба птицы слетаются активно, значит, зима в семье будет сытой. Да и как устоять перед очарованием этих маленьких пушистых комочков? Синичка, воробей, ну, гулюшки, ну, их кормят, да. Да, они такие... Ну, я вообще их люблю, но они такие маленькие и пушистенькие. Их, мне кажется, как-то жалко, когда зима, ну, их не кормят, поэтому их надо, конечно же, зимой кормить. Полина Бахова, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».